Добро пожаловать в первый в мире вуз, где учат играть на компе. Мы говорим в КФУ в целом о том, что эту деятельность надо развивать. То есть идея ректора, она на самом деле идет гораздо больше, чем предложение Министерства образования и науки. То есть речь идет о том, чтобы можно было как-то координировать все то, что есть по киберспорту в КФУ. Речь идет не только про то, что это будет какой-то курс или какая-то программа. Речь идет в целом о начале такого движения, активности в этом направлении в университете, в которую будет в том числе входить и программы, ну в первую очередь это, конечно, доп. образования. Помимо обучения отдельных групп по киберспортивным дисциплинам, рассматривается возможность организации научно-образовательных стримов с привлечением представителей вуза. Также, по мнению Михаила Абрамского, необходимо привлекать специалистов-психологов КФУ для выстраивания грамотной коммуникации среди участников. Немаловажным является и исследовательский взгляд на отрасль. У нас в университете киберспорт развит и представлен несколькими организациями этой киберспортивной клуба КФУ. Есть это направление и в спортивном клубе КФУ, поэтому у нас есть активные играющие игроки, которые могут быть наставниками. У нас есть институт психологии образования, который может заниматься вопросами и педагогического аспекта киберспорта, а также вопросами тимбилдинга, психологии игроков. Растущий интерес к киберспорту не случайен. С каждым годом индустрия становится все более популярной. Несмотря на это, сейчас практически нет профильных специалистов, и рынок остро ощущает дефицит кадров. Многие вузы по всему миру чувствуют эту тенденцию и планируют направить свои ресурсы на изучение сектора. Не знаем, будут ли преподаватели отправлять студентов на допсессию за незнание карты, но надеемся, что вместе с дипломом выпускники впервые получат коврик для мыши. Камиль Гемоздинов, Универньюз.